которая выбрала другую стратегию по сравнению с «Эхом Москвы» в свое время, закрыла редакцию и пыталась таким образом спасти эту редакцию. Ну, какая-то часть. Какая-то часть, да, есть новая газета «Европа», которая, да, функционирует. И в итоге не получилось. Вот сейчас к нам присоединится пресс-секретарь новой газеты. Надежда Прусенкова. Надежда, доброе утро. У нас картинка. Картинку выстроим. Надежда, мы вас не слышим. Перевернута. Ну, это же утро. Все тут немножко перевернуты. Мы можем и так. Да? Перпендикулярно, Ирина, нам сейчас. Главные смыслы. Надежда, доброе утро. Вы слушаете нас? Надежда, здравствуйте. Простите, я вас назвала иначе. Простите, ради бога. Здравствуйте. Что происходит, Надежда? Сейчас страшно. Объясните нам, какие претензии, куда, чего. Ну, смотрите, для понимания. Вот есть два СМИ. Новая газета. Сейчас это вообще три СМИ, но вот мы говорим про два СМИ. Это бумажная газета с отдельной лицензией. И сайт новой газеты. Это электронная СМИ с отдельной лицензией. В марте мы получили два предупреждения от Роскомнадзора. Формально, по закону, Роскомнадзор может теперь в любой момент отозвать лицензию у СМИ, получившего два предупреждения. Так как мы это получили за материалы на сайте, за то, что мы не пометили и на агентам пару организаций, которые Роскомнадзор считает, что надо помечать, мы это будем оспаривать. У нас параллельно идет, еще не начался, но вот-вот начнется процесс по оспариванию этих предупреждений. Собственно, Роскомнадзор и обратился в Верховный суд с тем, чтобы аннулировать нашу лицензию, то есть признать недействительную регистрацию средств массовой информации именно с сайта новой газеты. Это как бы одна половина. Это одна половина истории. Там заседание уже назначено 15 сентября в 10 утра. Будем рассматривать этот вопрос. Есть другая половина этой истории в отношении бумажной версии. К бумажной версии у Роскомнадзора другая претензия, гораздо более изощренная, чем предупреждение, все-таки более формальный повод. по закону, вступившему в силу в 2018 году, после перерегистрации СМИ должно предоставить копию устава в течение трех месяцев. А если оно это не сделало, то это основание для того, чтобы требовать отзыва лицензии. Мы действительно это не сделали, но не сделали это в 2006 году, когда была последняя перерегистрация новой газеты. И когда вот этой нормы о том, что можно отбирать лицензию, если не присылаешь устав, ее просто еще не было, потому что она была принята в 2018 году. То есть каким образом мы могли в 2006 предвидеть то, что будет в 2018, РКН не поясняет, но они в принципе нам ничего не поясняют. У нас, в общем-то, диалог такой довольно автоматизированный. То есть мы получаем от них только в электронном виде все предупреждения, письма и вот писки. Вот. Этот иск, он зарегистрирован в Басманном суде, но по нему еще не назначено никаких движений. То есть, ну там, я думаю, если не сегодня, то на следующей неделе уже должны назначить заседание. В общем, ситуация вкратце такая. Готовимся в сентябре к большим судам. А стратегия есть какая-то? Ну, конечно, есть. Мы, в общем-то, не питаем особых иллюзий по поводу нашего отечественного судопроизводства. И, в общем-то, ваш пример, коллеги, лишнее тому подтверждение. Я имею в виду историю с Сахаром Москвы. Но понятно, что в легальном поле других инструментов у нас нет. Поэтому будем пользоваться тем, что есть. Конечно, мы уверены в своей правоте. У нас есть аргументы. Конечно, у нас будет линия защиты. Вот. Другой вопрос, насколько все это будет успешным. В общем, мы понимаем, что надо готовиться к тому, что решение, очевидно, будет не в нашу пользу. Ну, как говорит Алексей Венедиктов, протоколы остаются в истории. И это здесь главное. Ну, во-первых, да. Во-вторых, новая газета когда-то была новая ежедневная газета. Потом новая еженедельная газета. Потом стала новая, просто новая газета. И в любом случае, вот сегодняшняя ситуация, это точно не конец новой газеты. То есть в каком-то другом виде, в какой-то другой форме, на каком-то другом канале, из какой-то другой лицензии новая газета найдет способ, как существовать и выходить. Пока в этом есть необходимость, как для тех, кто делает новую газету, так и для тех, кто читает новую газету. Это, наверное, самое главное. Пока в нас есть необходимость, да, мы найдем способы как-то сообщаться. А где взять эту новую лицензию? Вот вы говорите, что можно продолжить как-то иначе. Эту лицензию сегодня сложно в целом получить? Ну, формально нет. Практически я думаю, что сейчас нам никто не даст ничего нового зарегистрировать. И найдется масса причин. Для этого, да. И если вы меня спросите, это политическое ли это будет решение или нет, то я скажу, что сейчас у нас, к сожалению, нет неполитических решений. Что все, что происходит вообще у нас в стране, все, что происходит, в частности, в медиа, все, что происходит конкретно с новой газетой, это, в принципе, всегда вопрос так или иначе политический. Я думаю, что, конечно, ну вот сейчас, на сегодняшний момент, в течение ближайших двух недель, конечно, нет, но я думаю, какие-нибудь варианты все-таки найдутся. Знаете, я, конечно, это такая немножко спекулятивная и неправильная аналогия, запрещенная, да, но, как мы помним, и во время Великой Отечественной войны выходили разные газеты, разным самодатским образом, переписанные от руки, но каким-то образом они доходили. Так что не хотелось бы, конечно, возвращаться в эту технологию переписывания от руки и распространения в виде листолог, но, в конце концов, нам сейчас грех жаловаться, наше положение гораздо лучше, чем было тогда. Поэтому что-нибудь придумаем, я думаю, что какие-то способы решения, они все-таки существуют. Надежда, а какие-то вообще причины вот такого давления объясняются? Потому что, смотрите, вот в чем логика. Новая газета, по сути, уже практически не функционирует как газета, да, поскольку как раз таки... Приостановленная. Ну, да, как раз таки Муратов говорил, что, чтобы не попасть под статью о фейках, постоянно он не может, не знаю, обновлять ленту новостей, да, на сайте именно новой газеты. Мы знаем, что выходили такие очень большие крупные репортажи, ну, которые так, ну, практически, да, уже попадают под эту статью. Я имею в виду, естественно, статьи, я даже не знаю, можем ли я это упоминать, статьи, репортажи, да, оттуда, которые были у вас совершенно, да, фантастически сделаны. Вот в чем смысл такого давления? Это сколько было, ну, не знаю, несколько было таких громких статей на фоне практически полного молчания в остальное время. Почему сейчас, почему такое давление? Что вообще они хотят там до конца как бы закрыть? Что это касается? Ну, смотрите, новая газета приостановила свою деятельность и ровно после того, как мы получили эти предупреждения, потому что мы, в общем-то, понимали, что есть риск того, что у нас будут через суды отнимать лицензию, и ровно для того, чтобы не допустить этой ситуации, мы, собственно, и заявили о том, что мы приостанавливаем работу. То есть это было долго? Ну, в общем-то, ну, вот как раз мы получили два предупреждения 24 и 28 марта, и вот 28 марта новое выпустило заявление, где мы сказали, что мы приостанавливаем работу до завершения специальной операции. Те наши репортажи, которые были до того, как мы, соответственно, перестали обновляться, не только выходить печатная версия, но и обновляться сайты и соцсети, у нас есть отдельные, по-моему, 12 дел о блокировке, то есть их требуют заблокировать по представлению генпрокуратуры. Это мы тоже сейчас в процессе обжалования в судах, отдельная, что называется, история. Почему это произошло именно сейчас, честно, у меня нет ответа. Я не понимаю, что могло случиться за 4 месяца, что вот 4 месяца назад они решили сразу после предупреждения в суд не идти, посмотреть, что будет, новое перестало выходить, вот 4 месяца новое не выходит, и как бы, и что? Но мне кажется, что это такой, наверное, накопительный эффект, потому что вот новая выпустила отдельный продукт, журнал, но там нет ничего про войну. Да, простите, что я говорю это слово вслух. Там нет никаких сводок с фронтов, нет никакой информации, которая могла бы дискредитировать какую-либо армию. Но там есть тоже интересная формулировка общий дух того, значит, что может дискредитировать, что может вот пойти как фейк об армии. То есть там эссе Улицкой, которая рассуждает о том, что вообще происходит со страной, в какой мы всей ситуации оказались, не говоря там ни про какие боевые действия, да. Ну, скажем там, интервью с Гребенщиковым, который тоже говорит, он говорит, что он не знает, когда он вернется в страну, хотя ему бы хотелось, потому что это его родина. То есть это все конкретно не фейки, не дискредитация, а вот все вместе это вот как-то раз и дискредитация. И нам заблокировали сайт через неделю после того, как вышел первый номер журнала. Вот сайт журнала, но заблокировано. Вот именно потому что есть вот этот долг. Я думаю, что вот этот накопительный момент, наверное, вот эффект сработал, вот это все накопилось. И, наверное, есть ощущение, что сегодня и сейчас вот этой власти мы, конечно, не нужны. Потому что понятно, что наш образ мыслей и наши идеи, в общем-то, ну, нормальные человеческие идеи гуманизма, ну, сейчас они, наверное, могут восприниматься почти что предательскими, да, по сравнению с людьми, которые бегают с буквы Z на груди, да. Ничего плохого про них не хочу сказать, но просто у нас немножко разное понимание гуманизма и вообще того, что происходит в мире и какую роль в этом играет непосредственно Россия. Вот. Я думаю, что вот по официальной позиции мы им не нужны, поэтому нам всячески непрозрачно намекают, что, мол, все, хватит, давайте заканчивайте. Но мы с этим не соглашаемся. Понятно. Спасибо вам большое. Нечего сказать даже. Нет, удачи, удачи. Все, все, крайне понятно. Желаю только удачи. Да, конечно. Спасибо вам. Спасибо вам. Надежда Пруссина.